Антон Павлович Чехов. Дуэль. Было 8 часов утра. Время, когда офицеры, чиновники и приезжие, обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреевич Лоевский, молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке Министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самоленко. С большой стриженной головой, без шеи, красной, носатой, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый и обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самоленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление Бурбона и Хрипуна, но проходило 2-3 дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклижесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на ты, всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалий. Всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил, всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен. И водились за ним только две слабости. Во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускной грубостью. И во-вторых, он любил, что вы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником. «Ответь мне, Александр Давыдович, на один вопрос», — начал Лаевский, когда оба они, он и сам Моленко, вошли в воду по самые плечи. «Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней. Прожил ты с ней, положим, больше двух лет, а потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?» «Да очень просто. Иди, матушка, — говорил бы на все четыре стороны и разговор весь». «Легко сказать. Но если ей деваться некуда. Женщина, она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет. Ну и что ж, так? Единовременно, пятьсот в зубы или двадцать пять помесячные? Никаких? Очень просто все. Допустим, что у тебя есть и пятьсот, и двадцать пять помесячные. Но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги, а? И в какой форме? Сам Моленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться. «Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь», — сказал Сам Моленко, вытрясая из сапога песок. «Но надо, Ваня, рассуждать по-человечески. Доведись до меня, я бы и виду не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти». Ему вдруг стало стыдно своих слов. Он спохватился и сказал, «А по мне так хоть бы его все баб не было. Да ну их к лешему». Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Сам Моленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водой и со льдом и рюмку коньяку. Он сначала выливал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это должно быть было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными. Он обеими руками разглаживал Бакина и говорил, глядя на море, «Удивительно великолепный вид». После долгой ночи, потраченной на невеселые и бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. «Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор», — сказал он. «Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу. Дела мои с Надеждой Федоровной плохи. Даже очень. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться». Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу. «Я прожил с ней два года и разлюбил», — продолжал Лаевский. «То есть, вернее, я понял, что никакой любви не было, эти два года были так, обман». У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. Теперь он делал то же самое. «Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь», — сказал он. «Но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах». «Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснения и оправдания своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы дворяне вырождаемся и прочее. И прошлую ночь, например, я утешался тем, что все время думал, «Ах, как прав был Толстой и безжалостно прав! Мне было легче от этого!» «В самом деле, брат, великий писатель, что ни говори». Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал, «Ну да, все писатели пишут из воображения, а вот он прям с натуры». «Боже мой!» — вздохнул Лаевский. «До какой степени мы искалечены цивилизацией!» «Полюбил я замужнюю женщину, а она меня. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и спенсеры, и идеалы, и общие интересы. Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа налугали себе, что бежим от пустоты, мол, нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так. «Так, вначале на Кавказе, потом мы ознакомимся с местом и людьми. Я надену вицмундир, буду служить, потом же на просторе возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица. Заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты, или этот твой зоолог, фон Карен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет, и оставили бы своим наследником богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы. Я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдие. А выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа. Жалкая культура, все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть. А какой я боец, жалкий неврастенник и белоручка. С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике, не к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами. Те же попельетки каждое утро и тот же самообман. «Ну, без утюга нельзя в хозяйстве», — сказал Самойленко, краснее от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. «Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна, женщина прекрасная, образованная. Ты величайшего ума человек. Конечно, вы не венчаны», — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы. «Но ведь это не ваша вина, и к тому же надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да, но, по-моему, если рассошлись, то надо жить до самой смерти». «Без любви?» «Я тебе сейчас объясню», — сказал Самойленко. «Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок величайшего ума человек. Так вот он говаривал, в семейной жизни главное терпение. Слышишь, Ваня, не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение. Ты что, веришь своему старичку-агенту? Для меня же его совет бессмыслится. Твой старичок мог лицемерить. Он мог упражняться в терпении, при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений. Но я еще не пал так низко. Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое». Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил. «А скажи, пожалуйста, что это значит, размягчение мозга? Это как бы тебе объяснить? Такая болезнь, когда мозги становятся мягче, как бы разжижаются. Излечимо? Да, если болезнь не запущена, холодные души, мушка, ну внутрь что-нибудь. Так, так вот, видишь ли, какое мое положение? Жить с ней я не могу, это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали по ложным, что я обязан прожить с ней еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. В то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее. Куда она денется? Кому пойдет? Ничего не придумаешь. Ну вот скажи, что делать? Да, промычал Самойленко, не знаю, что ответить. Она тебя любит? Да любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой. Я для нее необходимая составная часть будуара. Самойленко сконфузился. Ты сегодня, Ваня, не в духе, сказал он. Не спал, должно быть. Ну, плохо спал. В общем, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирание сердца. Слабость какая-то, бежать надо. Куда? Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям. Я бы отдал полжизни, чтоб теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, а зябнуть знаешь, потом бродить часа три с самым плохеньким студентом и болтать. А сеном-то как пахнет, помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд. Лаевский засмеялся от удовольствия, на глазах у него выступили слезы. Чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками. А я уже восемнадцать лет не был в России, сказал Самойленко. Забыл уже, как там. По-моему, великолепнее Кавказа, края нету. У Верещагина есть картина. На дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великий Кавказ. Коли бы мне предложили что-нибудь из двух, быть трубочистом в Питере или быть здешним князем, я бы взял место трубочист. Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью, вероятно, потому Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка. Самойленко спросил. Твоя мать жива? Да, но мы с ней разошлись, она не могла мне простить этой связи. Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого студента человека-рубаху, с которому можно было бы и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной. И это не нравилось Самойленко. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной, всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его. Еще одна подробность, сказал Лаевский, встряхивая головой. Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней. Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга. Царство небесное, вздохнул Самойленко. Почему же ты от нее скрываешь? Показать ей это письмо значило бы, пожалуй, идти в церковь и венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу. Тогда это будет безопасно. Знаешь что, Ваня, сказал Самойленко, лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. Женись, голубчик. Это зачем? Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной. Муж у ней умер. Таким образом само провидение указывает тебе, что делать. Но ты пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню, не веруя. Но ты обязан. Почему же я обязан? Спросил с раздражением Лаевский. Потому что ты увесу ее от мужа и взял ответственность. Я же тебе говорю русским языком, я не люблю. Но любви нет, так почитай, ублажай. Почитай, ублажай, передразнил Лаевский. Точно она и гуменя. Плохой ты психолог и физиолог. Если думаешь, что живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении и до уважения. Женщине прежде всего нужна спальня. Ваня, сконфузился Самоленко. Ты старый ребенок, теоретик, а я молодой старик и практик, и мы никогда не поймем друг друга. Прекратим этот разговор. Мустафа, крикнул Лаевский человеку, сколько с нас следует? Нет, нет, испугался доктор, хватая Лаевского за руку. Это я заплачу, я требовал. Запиши за мной, крикнул он Мустафе. Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на увращение пожали друг другу руки. Избалованы вы очень, господа, вздохнул Самойленко. Послала тебе судьба женщину молодую, красивую и образованную, и ты отказываешься. А мне бы, дай бог, хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен, жил бы я с ней на своем винограднике и... Самойленко спохватился и сказал, и пускай бы она там старая ведьма самого рставила. Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару, когда он грузный и величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах выпитив. Вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты, некрасивые и худосочные пальмы очень красивые и будут со временем давать широкую тень, что черкесы – честный и гостеприимный народ. Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, думал он. Очень странно. Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом. «Мария Константиновна, доброе утро!» – крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. «Купаться ходили?» «Почтение Никодиму Александровичу!» И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил и спросил. «Есть кто-нибудь в лазарете?» «Никого нет ваше превосходительство!» «А?» «Никого ваше превосходительство!» «Хорошо, ступай!» Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая полногрудная еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком, «Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!»